Два часа дня, будни. Посетителей в торговых центрах немного. Скажем сразу, детей школьного возраста среди них достаточно. Большая часть в сопровождении родителей. Без взрослых, те, кто считают себя тоже вполне взрослыми. Семилетний день у детей. А, ну, 15-летний день у детей. Ну, что у тебя, где с родителями? Мы же не ночью посетим, а у детей. А что гуляем по торговым центрам без родителей? А, вы греетесь? На самом деле, большая часть подростков о рекомендациях правительства впервые услышала от нас. Мальчишки, а вы с родителями тут? А слышали, что в торговый центр на каникулах только с родителями? Учитывая, что мера не была запретительной, за тем, как школьники проводят время на каникулах, следить никто не собирался. В большей степени они были заняты всевозможными онлайн-мероприятиями, пояснили нам в региональном Минобре. Мы сегодня говорим с вами и о родительском контроле, потому что любой родитель, который понимает небезопасное, как бы, посещение ребенком центров торговых, да, он просто накладывает на это запрет. Это, во-первых, гражданская ответственность наших родителей, в первую очередь, должна быть. И родители должны быть заинтересованы в безопасности наших детей, в сохранении их здоровья. К слову, руководители торговых центров отмечают, что на каникулах поток школьников не уменьшился, и без родителей в том числе. Правда, бизнесмены не считают это проблемой. С точки зрения бизнеса, пусть они ходят, конечно. С точки зрения эпидемиологической ситуации, мне вообще кажется, что наши проблемы, они не в части торговых центров лежат. Вот проблемы, я имею в виду распространение, увеличение скорости распространения. Потому что торговые центры на сегодняшний день, ну, по крайней мере, что касается нашего, ну, и, думаю, что, там, той же галактики, ну, лидеров рынка, там все вот эти меры предосторожности, они соблюдаются. Между тем, у наших соседей-новосибирцев эпидемические меры начали ужесточать уже с 16 ноября. Там планируют закрыть фудкорты и детские площадки в торговых центрах. С 9 ноября подобная мера введена в Петербурге. Так что не исключено, что и в Алтайском крае примут запреты, если рекомендации не слышат. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.